Работа Третьего Восточного Экономического Форума Работа Третьего Востока В церемонии открытия выставки принимали участие все первые лица Дальневосточного Федерального Округа. Полномочный представитель президента Юрий Труднев, губернаторы регионов, мэры крупных городов. Третий раз мы проводим здесь прямой реформ, третий раз открываем улицу Дальнего Востока. Зачем мы ее придумали? Мы придумали ее потому, что Дальний Восток большой, 6 миллионов квадратных километров, 9 субъектов Российской Федерации. Но мы хотим показать традиции, культуру каждого. Мы хотим показать, что в каждом субъекте Российской Федерации Дальнего Востока живут добрые, талантливые, трудолюбивые люди. В дополнение к культурной программе в дни форума прошел благотворительный забег в защиту Амурского Тигра и Дальневосточного Леопарда. Акцию поддержали более 600 неравнодушных горожан. В забеге также принял участие министр спорта Павел Колобков. Ему дистанция показалась непривычной, много спусков и подъемов, но комфортной. В разговоре с журналистами министр подчеркнул, совмещать деловой и здоровый образ жизни можно и нужно. Точно вам скажу, в костюме бегать нельзя и в галстуке. Совмещать, конечно, не нужно обязательно. Не менее насыщенная выдалась и деловая программа. Открывая Третий Восточный Экономический Форум, Юрий Труднев заявил о готовности к сотрудничеству. Он подчеркнул, что в ВТР нет больше такого богатого, но экономически малосвоенного пространства, как Дальний Восток. Дипломаты выразили готовность развивать экономические связи. Далее началась работа круглых столов. О Владивостоке говорили немного, но по делу. Например, как сделать Приморскую столицу центром по обработке драгоценных камней. Предпосылки уже есть. В 2017 году индийская группа компаний KJK открыла во Владивостоке фабрику по огранке бриллиантов. По словам экспертов, огранка драгоценных камней в нашем крае имеет ряд перспектив. Возможности для инвесторов, они уникальны. Здесь хорошие, так сказать, низкие налоги, социальная безопасность, потом налог на зарплату, налог на НДС. Это то, что делает правительство, это действительно помогает нам работать в Индии, приглашать и подготавливать наших рабочих здесь, наших огранщиков здесь. Есть вот эти уникальные экономические возможности, которые государство дает. А потом географическое, потому что Азиатско-Тихианский океан близок к Владивостоку. Это очень хорошо. Китай близок, Япония. Все наши клиенты, все они хотят, можно приглашать в Владивосток. Однако отрасль переживает тяжелые времена. Все сырье уходит за границу. Крупнейшие мощности по огранке сосредоточены в Индии. Именно она и является законодателем рынка. Мы являемся частью глобального рынка. И те глобальные процедуры, которые на сегодняшний день происходят на рынке гернизола, огранки, на рынке бриллиантов, на рынке среднего эффекта ромазного трубопровода, они наиболее, в общем-то, опасны на сегодняшний день для всех. Потому что я очень уважаю наших индийских коллег, но ту систему, которую они создали, доставляет большие страдания им самим. И буквально, собственно, череда банкротств, которая произошла в августе месяце, говорит о том, что отрасль, честно говоря, не здоровая. Чтобы исправить положение вещей, правительство разрабатывает программу финансовой поддержки «Алмаза-огранки». Внести свою лепту в развитие отрасли собираются и частные добывающие предприятия. Как будет развиваться ситуация дальше, покажет время. И еще одна перспективная для приморского края отрасль – морекультура – также стала объектом внимания участников ВЭФ. Приморские деликатесы давно зарекомендовали себя как бренд. Однако делать на гидробионтах бизнес во Владивостоке не спешат. На то есть ряд причин. Бизнес отмечает, что все-таки процедура формирования руководных участков нужно не только сложное. На собрании много говорили о браконьерстве, отсутствии единой базы данных, культуре выращивания гидробионтов и о других наболевших проблемах. Но тут всех удивило Минвостокразвитие. Ноу-хау, которое впервые было широко представлено. Ведомство создало сервис, с помощью которого можно быстро и легко и выбрать участок, узнать его точную площадь и оформить его с помощью электронного аукциона, чтобы недоступные раньше участки обрели собственника. На наш взгляд, это как раз-таки подтолкнет к более быстрому принятию решений. И у нас совместные прогнозы в ближайшее время, наверное, в ближайший год, это порядка плюс 100 тысяч гектар, которые мы хотели бы реализовать на Дальнем Востоке. На пленарных сессиях обсуждали важнейшие аспекты для взаимодействия Дальнего Востока и стран АТР, такие как развитие Северного морского пути, освоение Арктики, Большое Евразийское партнерство и так далее. Были и темы, касающиеся сугубо Дальнего Востока – образование, здравоохранение, повышение инвестиционной привлекательности регионов. К инвестициям в ДВФО вообще подход особый. Чем их больше, тем лучше. Лидеры территории отчитались, как работают с потенциальными инвесторами. Руководители федеральных ведомств их внимательно слушали и озвучивали свои пожелания. Примеры показывают, что, опять же, мы повторили Хабаровский край, Амурская область, Камчатка, Магаданская область, Саха-Якутия. Уже по ряду направлений, связанных именно с работой с бизнесом, с предпринимателями, с созданием необходимой инфраструктуры, институтов, оптимизации процедуры услуг. Показывают хорошие результаты даже выше среднероссийских значений. Поэтому здесь самое главное, чтобы это оставалось в приоритете, в фокусе губернатора и не сбавлять темпы. Конечно, одними разговорами не обошлось. ВЭФ является одной из самых эффективных площадок для партнерства и подписания соглашений. Многомиллионные контракты о сотрудничестве здесь в порядке вещей. Бизнес открывает себя с новой стороны, находит партнеров, укрупняет свое влияние на Дальнем Востоке. Среди них Банк Российский Капитал. Для нас Дальний Восток – это важный регион. У нас здесь два предстоительства – в Хабаровске и в Владивостоке. Мы их открыли буквально еще и год не прошел. Раньше Банк не был представлен в ДВФО. Мы здесь работаем в наших традиционных индустриях. В ближайшее время у Банка сменится акционер. Нашим акционером станет АИЖК. Поэтому для нас всегда важна программа жилья, ипотека. И поскольку мы находимся под зонтиком Министерства строительства и жилищно-коммунальных хозяйств, соответственно, проекта в сфере ЖКХ. Поэтому мы очень детально смотрим на всевозможные концессии, как в малых городах, так и в миллионниках. Буквально недавно закрыли в Хабаровском крае концессию по теплу, в поселке Чигдамэн, достаточно небольшой населенный пункт. Мы как раз специализируемся по городам до 250 тысяч человек вместе с фондом развития ЖКХ. Закрыли концессию в Якутске. Достаточно большую, порядка 10 миллиардов суммы сделки. В нашей части чуть меньше 2 миллиардов рублей. Сейчас рассматриваем такие же конституционные проекты «Прим-тепло» и «Прим-водоканал». Работаем здесь, в Владивостоке, по финансированию строительства жилья для работников завода «Звезда». Смотрим другие проекты в сфере жилищного строительства. Вообще считаем, что наш портфель кредитов по Дальневосточному федеральному округу должен быть к 2020 году порядка 20 миллиардов рублей. Сейчас он порядка 4. Так что есть куда развиваться. За два дня работы форум может поставить себе в зачет решение по строительству Амурского газоперерабатывающего завода, инвестиционный проект по созданию нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств по выпуску моторных топлив Евро-5 и прочей нефтехимической продукции, а также строительство Находкинского завода минеральных удобрений. Чем порадует нас следующий, 4-й Восточный экономический форум и какие инвестиции принесет в регион, узнаем через год. Олег Завьялов, Катерина Матвеева, Ольга Продан, Светлана Садовая, Станислав Лазебный, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом. 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 Новости на Восьмом.